Зачем мыть голову содой? Сода активно используется в кулинарии, косметологии и в быту. Ее добавляют в процессы изготовления теста. Также с помощью соды можно избавиться практически от любых неприятных запахов в помещении, на одежде и от тела. С помощью этого порошка легко поддерживать чистоту кухонных поверхностей. Добавив немного средства на испачканный старый ковер, можно избавиться от пятен и, устранив слой грязи, вернуть былой окрас. Помимо всего перечисленного, есть мнение, что соду можно и нужно добавлять в шампуни для волос. Давайте разберемся, так ли это. Сода – это гидрокарбонат натрия. В ней есть химические элементы, способные улучшать состояние кожи головы и волос. Это происходит за счет того, что сода является щелочным образованием. Благодаря этому, при использовании этого химического соединения снижается активность сальных желез и, как следствие, уменьшается выработка кожного сала. Тем самым волосы дольше сохраняют чистоту и пышность. Также, попадая на кожу головы, частицы соды предотвращают различные воспаления. Пищевая сода не содержит красителей, ароматизаторов и иных вредных добавок. Это позволяет ей пользоваться даже людям, склонным к аллергическим проявлениям. Однако, есть ряд противопоказаний к использованию содой. Нельзя использовать при открытых ранах на голове. Не стоит мыть волосы средством содой тем, у кого сухой тип волос. Гидрокарбонат натрия еще больше и сушит кожу головы, и волосы станут тусклыми и безжизненными. Придется отказаться от мытья содой и тем, у кого есть индивидуальная непереносимость такого химического соединения. При обнаружении одного из этих признаков, следует найти другую альтернативу шампуню с добавлением соды. Как правильно мыть содой голову? Это достаточно просто. Главное придерживайтесь определенных пропорций и соблюдайте последовательность. Для начала необходимо размешать столовую ложку соды в стакане воды. Если кожа головы обладает повышенным выделением жира, то количество соды можно увеличить в два раза. При сухих волосах следует ограничиться чайной ложкой. Далее следует немного намочить волосы и массирующими движениями втереть содовый раствор. После этого волосы необходимо промыть прохладной водой. Затем их следует ополоснуть водой, подкисленной уксусом или лимонным соком. Также с помощью пищевой соды можно подкорректировать неудачное осветление. В случаях, если локоны приобрели зеленый оттенок, советуем сделать маску для волос на основе гидрокарбоната натрия. Для этого следует также развести столовую ложку соды в стакане воды и нанести этот раствор на 20-30 минут. Проникая вглубь волоса, сода нейтрализует зеленый окрас. Несмотря на все полезные свойства соды бороться с жирностью волос, не рекомендуется ее использовать довольно часто. Советуем обратиться к трихологу и индивидуально подобрать грамотный шампунь, подходящий именно вашему типу волос. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!